Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. С мужем в браке 22 года, есть взрослая дочь. Сложилось так, что чувствую себя главой семьи, зарабатываю больше, живу в моем доме, все решения принимаю сама, пытаюсь советоваться, но и только один. Виновата, наверное, сама, в том, что муж, даже мелочак, ничего не может или не хочет решить. Отношения, мягко сказать, странные, он любит выпить, мне это не нравится, скандал, он оскорбляет, кидает все, что под руку придется, я его выгоняю, через три дня звоню, возвращается, говорит, что любит, что сам вот-вот собрался прийти, живем пару недель спокойно и все снова. Для всех страны семья идеальна. Три дня назад ситуация повторилась, пока держусь, не звоню, и он молчит. Понимаю, что отношения токсичные, но во всем винил себя. Характер ужасный, все должно быть, как я хочу, и точка. Дочь не хочет, чтобы он возвращался. Знаю, что позову, вернется, все загнутится опять. Выхода не вижу, когда рядом раздражает его, неестественно, это чувствует, когда далеко не нахожу себе места. От одной мысли, что его не будет рядом. Слезы ручьем, любовь, привычка, чувство собственности. Он родной для меня человек. Подскажите, каким образом можно выйти из этого круговорота и сохранить семью. Ну, вы так все закрутили, что ваш вопрос, он как будто бы... Так построен, что вы хотите выйти, да, из, значит, из этого круговорота. И в то же время сохранить семью хотите. Вот. А может быть, получится так в процессе психотерапии. А может быть, нет. И если вы не будете допускать того, что это может не получиться, вот. То мы получаем, на самом деле, еще один замкнутый круг, вот. В котором вы будете саботировать сами себе. Дальше. Вот вы пишете, что он родной для вас человек. Что это значит? Понимаете? Родной человек для вас, родной человек, выглядит как ребенок. Ребенок, еще один, еще один ребенок выглядит, выглядит это так. И нужно очень хорошо и крепко рассмотреть то, как вы своего мужа воспринимаете. Вот. Потому что, если вы смотрите на него, как на ребенка, это как на ребенка. Да? Это одно. Если вы смотрите на него, как на мужчину, это другое. Вот. Но, честно сказать, честно сказать, вот несколько смущает то, что вы воспринимаете его как родного человека. Дальше. Ссоры и скандалы нужны вашему мужу для того, чтобы себя проявить. Вот. Так он, видимо, компенсирует свою некую пассивность. То, что не чувствует себя мужчиной. Вам этот скандал нужен, вероятно, для того, чтобы почувствовать его силу, что он все-таки не тряпка, что он все-таки что-то из себя представляет. То есть вы оба имеете от этого скандала какую-то выгоду. Вот. Тут нужно, в первую очередь, вам изучить психологическую игру скандала. Она есть в интернете. Посмотрите, я думаю, что будет это, как минимум, интересно. Потому что скандалы – это способ человека обращаться с эмоциями. Это способ избежать эмоциональной близости. Вот. И, как мы понимаем, там замечено некоторое чувство базовое чувство себя. А то, что вы хотите, вот, ну, то, что у вас есть такая позиция, вот, как я хочу, и точка, да, это про контроль, это про постоянное напряжение внутреннее, и это про неуверенность в себе. То есть, самые неуверенные в себе люди – это те люди, которые хотят, чтобы было все по их. Вот. Потому что, когда что-то не по их, то это, соответственно, их тревожит, их это напрягает. И вот наша задача заключается в том, чтобы увидеть, а что же вас там, собственно, напрягает. Да, то есть, когда, нет, так, как вы хотите, что, вообще говоря, происходит. Вот. С вами. В частности. Дальше. 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 Дальше у нас идет то, что вы с мужем 22 года вместе. И есть взрослая дочь. А почему-то это взрослая дочь, если она действительно взрослая, почему-то она живет с вами. Вопрос. Да, почему? А вы жили так 22 года, значит, вот сейчас вас это напрягает. Напрягать стало, очевидно, раз вы решили задать свой вопрос. Вот, а что изменилось? То есть, в какой-то момент этого всего стало больше, в какой-то момент вы поняли, что хотите по-другому и так далее, да? Вот, то есть, этот аспект нужно тоже увидеть. Вы говорите, что семья идеальна. Вы говорите, что вы хотите сохранить семью. Невольно возникает вопрос. Вы хотите сохранить семью, потому что для всех семья идеальна. То есть, вам вот важно поддерживать какой-то образ идеальной семьи. А если это так, то мы увидим довольно-таки прозаичный характер родственности вам, вашего мужа, потому что он необходим для поддержания образа благополучия. Вот. То есть, тут проблема заключается в том, что вы не видите в своем мужа личность и, вероятно, вы в себе личность тоже не видите. Да, вы принимаете все решения сами, вы работаете, вы зарабатываете больше, вот. То есть, вы выполняете роль, но то, как вы относитесь к этой роли, то, как вы хотите, как вам хотелось бы, вот. Это вот игнорировать. То есть, игнорировать ваше отношение к чему-то. А тенденция к тому, что все было, как вы хотите, ну, связана просто с компенсацией вот того, что вы себя не ощущаете. Попытка заместить вот этим управлением, вот этим управлением реальностью, да, то, что вот внутри вы себя игнорируете. Так, я думаю, что функциональным ответом на ваш вопрос будет более подробное рассмотрение того, чем раздражает ваш муж. Дело в том, что раздражение – это история про нарученные личные границы. Какие-то, какие-то. Ага, может быть, вы берете больше ответственность на себя, может быть, что-то еще. Вот здесь как раз есть вот этот элемент, который является той точкой, отправной точкой к тому, чтобы выходить из замкнутого круга. Ну, и я бы рекомендовал изучить тему созависимости, да, поскольку ваш муж, судя по всему, зависим от алкоголя, то вы, соответственно, являетесь созависимым партнером. Вот, и для созависимого партнера характерно все то поведение, которое вы описываете. Необходимо учиться быть слабой. Для этого нужно столкнуться с собой внутри, а себя внутри вы очень сильно обесцениваете, как мы можем видеть. Потому что вы вините себя в том, что у вас ужасный характер. Ну, как вы вините себя в том, что у вас ужасный характер, так вы же будете потом винить мужа, мужа, мужа в том, что у него уже ужасный характер. Вот. Это очень такой важный момент. В целом мне пока не показалось, что вы готовы меняться, готовы что-то менять в вашей жизни, потому что вы хотите выйти из круговорота, но сохранить семью это возможно, но, по-вторых, варианты могут быть самые разные, и если вы не будете предупредить, что семья уже давно не является семьей, а вы с вашим мужем уже давно не являетесь супругой парой, то вот... будет сложно. На этом все, пожалуй, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи!